Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. Хлеб может подорожать еще больше. Об этом говорят эксперты. Из-за капризов погоды урожай зерновых прогнозируется на 10% ниже, чем в прошлом году. Его планируют собрать около 50 миллионов тонн. Об этом сообщают в Министерстве аграрной политики. Учитывая засуху в Европе, аграрии могут поднять цены на зерно, что повлечет за собой подорожание всех хлебобулочных изделий, муки и корма для скота. А это, в свою очередь, может отразиться уже на ценах на мясо и сало. На внешних рынках будет не вистачать зерновых, а это будет провоковать подорожание зерна. И, понятно, что наши аграрии будут пытаться продать его подорожание за кордон. Движение по Ицхака Рабина частично ограничат. С вечера пятницы на участке от генерала Петрова до Инглези будут проводить ремонт. Число полос для авто уменьшится почти вдвое – с пяти до трех. Две в сторону генерала Петрова, одна в сторону Инглези. Кроме того, перестанет ходить десятый трамвай. По его маршруту пустят дополнительные автобусы. Всех льготников будут перевозить бесплатно. Остальным пассажирам придется выкладывать по 7 гривен вместо привычных трех. Изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда. Он продлится не более двух недель, обещают чиновники. Там полная замена рельс, там это пути поднимут. И там не только замена основания, замена шпал, замена пути. Там уже будет использована новая технология на бетонной основе. Напомню, сейчас приостановлено движение 11-го троллейбуса из-за ремонта на Сегетской. По этой же причине изменен маршрут 10-го троллейбуса и ряда маршруток. После окончания этих работ начнется ремонт на 5-й фонтана. Он продлится ориентировочно 4 недели. Все это время трамваи фонтанского направления ходить не будут. Вместо них пустят дополнительные троллейбусы и маршрутки. Атака на деревья. Гусеница американской белой бабочки быстро уничтожает листву. Это карантинный вредитель, который ежегодно пожирает листья, но не приводит к гибели растения. Это насекомое опасно и для человека, говорят специалисты, так как ворсинки вызывают аллергию. Лучше всего уничтожать вредителя пестицидами, говорит главный инженер КП Горзелентрест. Но по закону Украины делать этого сейчас нельзя. В нашем городе с гусеницей борются двумя способами. Только механический, биологический и механический способ борьбы. Из биологического можно делать, это делать липкие приманки. И плюс, механически только она появляется, необходимо сразу, там стадия идет небольшое. Надо эти ветки обрезать и сжигать. На Потемкинской лестнице состоится молитва за мир в Украине. Это произойдет в рамках 14-го Конгресса христианской молодежи. Об этом рассказали на пресс-конференции с участием министра молодежи и спорта Игоря Жданова. Конгресс станет площадкой для творческого развития молодежи. Основная его часть пройдет в Южном. Там организаторы обещают концерты, спортивные соревнования, развлечения и конкурсы. Одними из которых станет шоу мыльных пузырей. В Одессе, помимо молитвы, пройдет и акция «День добра». Перший музичный фестивал «Гаспел Мюзик Фестивал», который пройдет в Одессе, в центре города. Мы запрошены туда, это будет неделя. С двух часов до шести мы будем иметь активность на площадке, разные локации. Когда мы даем альтернативу нашей молодежи, тогда мы убираем самые негативные вещи, которые сейчас, к сожалению, еще имеют место быть на наших улицах. И в этом мы всегда и всячески будем помогать и содействовать, и делать все возможное для продвижения таких отличных инициатив. В Одессе стартовала международная регата «Блэк Си Чемпион Шип». Это первые соревнования за период независимости Украины, которые пройдут сразу в трех странах. О том, как отправлялись одесские спортсмены и через что им придется пройти в сюжете Дианы Федотовой. Прямо сейчас стартовала международная регата крейсерско-гоночных яхт. В соревнованиях принимает участие Украина, Румыния и Турция. Бороться за первенство будут и три одесских яхты. Наша съемочная группа уже мокрая. Предугадать, какие погодные условия ожидают экипажи, невозможно. Опытные яхтсмены говорят, что Черное море абсолютно непредсказуемое. Ведь зачастую даже самые детальные прогнозы не совпадают с реальностью. Так получилось и сегодня. Уже на старте возникли трудности с парусами. Но позже ситуация стабилизировалась. Спортсмены направились в Констанцию. Переход из Одессы займет приблизительно сутки. Четыре, три, две, одна. Оп! Нарушений по старту не было. Фальстартов ни у кого не было. Правила никто парусных соревнований не нарушил. Яхты ушли чисто на дистанцию. Прошли свой отрезок до первого знака. Первый вышел на первую марку Буян. Второе Анна. Третье аккорд. Однако ситуация в море быстро меняется, говорят яхтсмены. Старт не всегда показатель. У каждой яхты есть своя характеристика, из которой выводят индивидуальные формулы для подсчета результатов. Здесь учитываются и габариты, и скорость, и мощность. Есть так называемая фора «исправленное время». И вот после того, когда на финиш придет последняя яхта, после того, как все будет пересчитано, и будет определен победитель. Бывает так, что яхта, пришедшая последней, оказывается победителем. На разных этапах гонки примут участие до 100 яхт с разными характеристиками. Самой ожидаемой стала борьба в акватории Босфора. Там главный соперник спортсменов – сильное течение. Усложнится соревнование и проплывающими мимо небольшими судами. В 18-м будет красивая и интересная гонка совместно с турецкими яхтсменами по проливу Босфор. То есть на это время закрывается движение больших кораблей по проливу, и яхтсмены будут передвигаться. Босфор отдается полностью во власть парусов. Отслеживать движение парусников продолжат уже дистанционно с помощью GPS. А награждение лучших спортсменов состоится 18 августа в Стамбуле. Возвращаться одесситы планируют также в гоночном режиме. Новых побед и удачи украинским яхтсменам желает Диана Федотова, Евгений Войтенко и вся команда Думской ТВ. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Диана Федотова, Евгений Войтенко и Войтенко. Диана Федотова, Евгений Войтенко. Диана Федотова, Евгений Войтенко и Войтенко.